Сейчас запилим ролик Ладно, погнали Итак, господа, сегодня мы с вами встречаемся на Каширке Это третий филиал нашего сервиса компании LR West Встречаемся мы сегодня здесь, конечно же, не просто так У меня появилась уникальная возможность поставить два абсолютно, казалось бы, одинаковых автомобиля На капотах которых написано Range Rover и, по сути, они белого цвета И многие из вас думают, что это абсолютно два одинаковых автомобиля На самом деле, это не так Это кардинально разные автомобили И именно сегодня мы с вами об этом поговорим На сегодняшний день данные автомобили стали более-менее доступны И зачастую от вас падает куча вопросов А какой же все-таки выбрать автомобиль в районе полутора-двух миллионов рублей То есть взять Range Rover Sport или взять Range Rover в кузове L322 Так называемая наша классическая мама Но вы должны понимать, что покупая эту модель, либо эту Вы берете с собой определенный багаж особенностей каждой из них Вот именно об этом сейчас более подробно мы поговорим и начнем с кузова L322 Давайте сделаем небольшую поправочку В данном видеоролике я буду говорить об автомобилях именно с 2010 по 2013 год Грубо говоря, это если мы затрагиваем кузов L320 То есть мы говорим о рестайлинговых моделях То есть до 2010 года мы автомобили сейчас не обсуждаем Значит, очень важный момент, который вы должны первосипедно для себя понимать Это безрамный автомобиль, который имеет несущий кузов Кузов L320 Range Rover Sport это полноценный рамный автомобиль Который, в принципе, можно сказать, что сделан на одной базе С нашим прекрасным Discovery 3 и Discovery 4 Ну а для тех, кто хочет более глубоко узнать кузов L322 Либо кузов L320, мы снимали отдельные ролики Это весьма-таки длинные ролики минут по 30-40 Где мы ставили по несколько одинаковых моделей И рассказывали про каждую модификацию, в частности, глубоко и подробно Поэтому те, кому эта информация будет интересна и полезна В конце ролика вы увидите, так скажем, заставки окошки По которым сможете перейти Ну а пока давайте вернемся к особенностям данных автомобилей И поймем, какой же лучше для себя выбрать автомобиль По сравнению с вот этими двумя Все мы знаем прекрасную модификацию 2011 года выпуска Кузова L322 Это 4,4 турбодизель Который идет в паре с 8-ступенчатой коробкой передач Которую, по сути, ставилась вот по следующему поколению То есть, по сути, кузов L322 получил, так скажем Максимально совершенно новую начинку узлов и агрегатов Которая в последующем пошла далее Это весьма-таки надежный дизельный двигатель Который мне бы, как минимум, хотелось бы себе приобрести Это плюс автомобиля кузова L322 Кузов L320, Range Rover Sport К сожалению, не имел для российского рынка двигателей 4,4 турбодизеля То есть, дизельная версия становилась 3-х литровой TDV6 Вы прекрасно знаете, что этот двигатель обладает уникальной особенностью проворота вкладочной коленчатой вала А то и вовсе поломкой коленвала То есть, по сути, потенциальный тот или иной владелец Под огромным риском попасть на дорогостоящий ремонт двигателя И тут, конечно же, кузов L322 просто приобретает, так скажем, свой приоритет В плане выбора узлов и агрегатов Кстати, в паре с 3-х литровым турбодизелем будет идти коробка 6 HP28 Продетель ZF Это 6-ступенчатая коробка То есть, здесь мы в дизеле проигрываем Здесь мы в дизеле выигрываем Единственное, что да, 5-литровый атмосферный двигатель и 5-литровый суперчарж Мы встретим и здесь, и здесь с коробкой 6 HP28 Так называемая 6-ступенчатая Еще раз, что касаемо узлов и агрегатов Этот автомобиль приобретает плюс лишь с 2011 года Когда на него начали ставить 4,4 турбодизель с 8-ступенчатой коробкой передач Но здесь, казалось бы, по сравнению с Range Rover Sport Кузов L322 обладает определенного рода, я бы сказал бы, каким-то минусом То есть, это центральный замок Я закрываю автомобиль, и данный кузов никогда не имел бесключевого доступа То есть, для того, чтобы мне попасть в автомобиль Мне каждый раз придется доставать ключ, нажимать на кнопку и открывать дверь Поверьте мне, возможно, это не, скажем, самый сильный аргумент Но когда вы привыкнете к тому, что вы можете подойти к автомобилю Range Rover Sport Условно, да, то есть, у вас ключик всегда будет находиться в кармане Вы просто нажимаете на кнопочку, машина закрылась Вы просто прикасаетесь к рукоятке, она открывается И вы можете спокойно попасть в салон своего автомобиля В повседневной жизни это удобно, а вот это безопасно Отсутствие бесключевого доступа увеличивает безопасность вашего автомобиля Потому что все мы прекрасно знаем, что ключики считываются, машины открываются и так далее Но для этого существует куча, ряд противогонных систем Но при всем при этом мне непонятно, почему флагман кузов L322 не наградили Хотя бы на выбор бесключевым доступом Я считаю, это минус по соотношению к кузову L320 Ну а теперь небольшой плюс в сторону кузова L322 Данный кузов автомобиля позволяет установить выдвижные электрические подножки Это действительно удобно и действительно смотрится, так скажем, ну я считаю, как бы элегантно Когда дверь закрывается, подножки уходят Да, они требуются временного обслуживания, они доносят тех или иных хлопот Но при всем при этом выдвижные электропороги, это удобно Кузов L320, к сожалению, нам таких возможностей не предоставляет И у нас есть всего лишь навсего один вариант порогов Это стационарные пороги, ну и которые желательно все-таки приобрести в оригинальном исполнении То есть обыкновенная, по сути, подножка Но поверьте мне, я не просто так делаю на этот акцент Как бывший владелец данного автомобиля с ростом 176 см, по сути, на средний рост Без этих подножек садиться автомобиль крайне сложно Так что я считаю, что отсутствие выдвижных порогов на кузов L320 Это минус этого автомобиля, когда здесь мы можем поиметь тот или иной, по сути, плюс А теперь поговорим немножко за мультимедиу Для меня, на самом деле, не совсем понятно, как, опять-таки, флагман, так скажем, марки Land Rover Кузов L320, War and Joy, ну, не дооснастили Bluetooth Audio Для меня это действительно непонятно То есть если кузов L320 с 2012 года получил все-таки мультимедиу Generation 2.1 Так скажем, это 2012-2013 год Там, где вы можете подключить Bluetooth Audio и слушать музыку, управляя ее там при помощи, так скажем, вашего автомобиля То, несмотря какого года будет кузов L320, вы каждый раз будете делать именно вот так Если для кого-то это непринципиально, то, по сути, назвать это минусом я не могу Но все-таки при покупке данных автомобиля, а еще раз говорю, мы затрагиваем 2010 и 2013 год 2013 год лишь только потому, что Sport 320 выпускался до 2013 То я считаю, что вот это минус Но это реально неудобно, это постоянные провода Bluetooth Audio, телефон в кармане где угодно, мы спокойно едем, переключаем Вот это плюс Но почему-то его собака здесь Реально от души сказал, кстати, я прям Давай поменяем планчик Но почему-то его здесь реально нету То есть для меня это абсолютно непонятно Почему в кузов L322 нельзя было поставить Bluetooth Audio для того, чтобы пользоваться полноценно своим телефоном Итак, отсутствие Bluetooth Audio в кузове L322 считаю минусом по соотношению кузова L320 Где, в принципе, с 2012-13 года вы сможете приобрести автомобиль с мультимедией Generation 2.1 Вот она позволит вам привязать телефон к автомобилю и прослушать музыку, управляя мультимедией при помощи штатных кнопок Итак, что касаемо вместительности салона и о том, в каком автомобиле все-таки комфортнее и приятнее ехать за рулем И какие еще мы от этого получим, мы поговорим буквально чуть-чуть попозже Итак, господа, как я и обещал, мы сейчас находимся в автомобиле Range Rover в кузове L320 Это Range Rover Sport Не удивляйтесь тому, что салон имеет кардинально иное обличие Это иной автомобиль, но при всем при этом тот же самый 320 кузов У нас сейчас идет иной день съемки, поэтому у нас задача просто-напросто передать вам те ощущения и эмоции, которые предоставляет нам данный кузов Итак, первое, что мне нравится в кузове L320, это просто, чтобы все вы понимали, это то, что вот этот автомобиль меня просто-напросто оболакивает Вот таким образом у него устроен салон, что он просто-напросто, я сижу как в коконе И то есть я, по сути, полностью разделен с передним правым пассажиром То есть мне это удовольствие, скажу вам честно Считаю плюсом кузова L320 это обивки дверей То есть здесь, по сути, действительно полноценный подоконник И если я, грубо говоря, еду куда-то в дальнюю поездку, то это действительно очень удобно То есть, по сути, у меня как и рукоятка КПП, как подлокотник, так и сам, соответственно, вот, так скажем, крышка нашего бардачка Этот автомобиль действительно весьма-таки удобен Но здесь необходимо понимать, что у меня рост метр семьдесят шесть И обратите внимание на потолок То есть, по сути, места над головой у меня осталось немного Для тех людей, кто, так скажем, выше среднего роста, то есть метр восемьдесят пять и выше Скорее всего, такой автомобиль может не подойти Да, сиденье опускается ниже, но при всем при этом, как бы, сидеть вот под капотом, как бы, не доставляет никакого удовольствия Что касаемо размеров автомобиля, он кардинально меньше, чем кузов L322 Это я вам говорю сразу То есть, по сути, здесь вы едете, вы чувствуете массу автомобиля Вы чувствуете то, что он рамный Вы чувствуете три тонны его веса Но еще раз говорю, что он, как бы, перед капотом, как в лобовом стекле, он значительно меньше, чем кузов L322 Итак, мы сейчас находимся в салоне Range Rover, это кузов L322, так называемая мама Я понимаю, что камера, скорее всего, не передаст вам этих ощущений, но салон этого автомобиля значительно больше, чем у Range Rover Sport Это я вам говорю сразу Значит, Range Rover уже не имеет вот такой обивки, как я вам показывал, это в кузове Range Rover Sport То есть, она здесь, так скажем, более покатая и локтю, так скажем, не так удобно, как это было бы в спорте Но насколько это нужно, насколько это принципиально, я не знаю Но такова особенность кузова L322 Но при всем при этом, его салон настолько обширный и настолько большой, что я действительно понимаю, что этот автомобиль, он больше Он значительно больше, чем Range Rover Sport Значит, что касаемо лобовых стекол Я не знаю инженерных просчетов, но могу вам сказать одно, что кузов L322 обладает уникальной особенностью Это затираться стеклу буквально за 2-3 зимы Просто-напросто имейте это в виду, что на кузове L322 стекла затираются очень сильно И зачастую теленные владельцы, особенно если они еще педантичны, то они их меняют не потому, что они трескаются, а потому, что они просто-напросто затерты Но также не стоит забывать, что при движении вечером, когда мы видим встречный поток транспорта и у них горят фары То вся вот эта затертость начинает вот просто вот такой бабочкой рассеяться по всему стеклу Людям становится некомфортно и они просто-напросто меняют эти стекла Это минус кузова L322 Что касаемо кузова L320, я не могу сказать, что есть такая особенность Кстати, немаловажный момент, что касаемо электропривода двери багажного отделения Значит, кузов L322 никогда не оснащался электроприводом двери багажного отделения То есть, по сути, не важно, будет это рестайлинговый кузов, либо нет, всегда вы получите одно и то же Это ручное открытие и закрытие двери багажного отделения Что касаемо кузова L320, то есть это Range Rover Sport, то здесь было два варианта двери багажного отделения Как вы сейчас видите на своих экранах, это 2010 модельный год, где у нас отдельно открывается стекло И также, соответственно, у нас открывается вся дверь целиком в сборе, но она не имеет электропривода А с 2012 года, то есть 2012 и 2013 год, там уже крышка целиковая, там уже отсутствует полностью, так скажем, возможности открытия стекла Но при всем при этом Range Rover Sport оснастили электроприводом двери багажного отделения Что касаемо элементов кузова данных автомобилей Кузов L322, по сути, имеет все навесные элементы, так скажем, алюминиевые Что нельзя сказать про задние крылья То есть задние крылья, по сути, на этом автомобиле подвергаются корродированию И они просто-напросто гоняют, данное место данного кузова является слабым Имейте это в виду, я считаю, что это, по сути, минус данного автомобиля Что касаемо кузова L320, то, по сути, все его навесные элементы, они уже полностью все алюминиевые Но, несмотря на это, расширение задних дверей, с левой стороны, либо справа, неважно Оно настолько, так скажем, объемно, что сюда попадают постоянно какие-то камни Какие-то, так скажем, элементы, которые приводят к тому, что здесь образовываются сколы И, кстати, на этом автомобиле я точно знаю, что с той стороны очередное, так скажем, очередное последствие попадания такого скула Оно просто-напросто подкрашено Вот давайте сейчас вместе посмотрим Да, вот, обращаю ваше внимание, что вот, вот это слабое место кузова L320 То есть, по сути, те владельцы, которые давно владеют этим автомобилем, либо знают об этой особенности Они просто-напросто заклеивают здесь кусок двери бронепленкой Что, в принципе, смотрится весьма таки гармонично Это минус кузова L320, то есть кузова Range Rover Sport Так, уходим сейчас немножечко от внешних каких-то особенностей Поговорим о каких-то технических малых особенностях, которые вы приобретаете с покупкой данного автомобиля При покупке кузова L320, это Range Rover, вы приобретаете сразу постоянный стук активного стабилизатора Это не страшно, не криминально, автомобиль будет ездить Но скажу даже лично из своего опыта и своей практики, что я в год менял два комплекта втулок активного стабилизатора Он стучит, и ничто с этим, к сожалению, сделать невозможно Стук не совсем-таки приятный, но стоимость строения данной неисправности, она прям, ну, просто сущие копейки Итак, первая особенность – это активный стабилизатор, и, к сожалению, втулки – это расходный материал Вторая особенность кузова L320, то есть, по сути, Range Rover Sport – это тормозная система В данном случае тормоза стоят простые, но также здесь бывает, что встречается усиленная тормозная система под названием Brembo Это шестипоршневые, так скажем, тормозные суппорты Вне зависимости от того, усиленные тормоза или не усиленные, а точнее простые, как именно здесь, тормоза являются слабым местом Зачастую много владельцев приезжают и постоянно жалуются на повышенное биение рулевого колеса при торможении Кстати, на этом автомобиле данная, так скажем, особенность и неисправность присутствует Так что, если вдруг вам до 30 лет, вы любите жить на всю катушку, у вас 5-литровый суперчаж То имейте в виду, что, скорее всего, тормозные диски вам придется менять не тогда, когда они износятся, а, скорее всего, тогда, когда они начнут бить Третья особенность кузова L320 – это колесные диски И говорю вам сразу, что вне зависимости от того, оригинальные диски стоят на вашем автомобиле или нет, это постоянная проблема Они либо колются, либо их гнет, и, опять-таки, на рулевом колесе ощущается вибрация и биение Единственный вариант избежать данной особенности – это поставить колеса 19-го радиуса Это действительно решает эту проблему И хочу, кстати, вам заметить такую вещь, что на 19-х колесах этот автомобиль ведет себя кардинально по-другому Он становится чуть более комфортнее и начинает напоминать нам кузов L322, а то есть, по сути, классический рейндж-ровер Что касаемо кузова L322 – этот автомобиль никогда не оснащался активным стабилизатором У него самый обыкновенный стабилизатор поперечной устойчивости И, соответственно, у него нет проблем с втулками Чтобы поменять втулки на данном автомобиле, я не знаю, что должно произойти Что касаемо колесных дисков – профиль резины на кузове L322 чуть больше И проблем массовых с колесными дисками на этом автомобиле не встречается Даже в исполнении 20-го радиуса Что касаемо тормозов, то, скорее всего, на них просто люди ездят буквально чуть-чуть спокойнее И чтобы приехал кузов L322 с бьением в руле, но встречается крайне редко Я считаю, что данные три особенности для кузова L320, то есть, рейндж-ровер спорт, являются минусом А для кузова L322, так скажем, рейндж-ровер, это, по сути, плюс Что касаемо пневмоподвески этой или этой модели Здесь тоже есть о чем поговорить, и вы, в принципе, можете сами для себя сделать, так скажем, тот или иной потенциальный выбор Кузов L322, компрессор пневмоподвески находится в багажнике автомобиля Это я просто говорю для сведения Но при всем при этом, этот автомобиль обладает определенного рода особенностей Что баллоны передней оси требуют себе внимания, ну, скажем, один раз в 3-5 лет И, как правило, кузов L322 при низких отрицательных температурах обладает проблемой, что Все нафиг замерзает, пневмоподвеска не работает, только отогреется, машина поднимается Ну и, соответственно, пневмобаллоны передней оси, они, так скажем, подвержены риском утечки воздуха Там есть несколько прекрасных мест, откуда этот воздух может утекать Слабое место кузова L322 – это передние пневмобаллоны Но, к огромному счастью, они в 2-3 раза дешевле, чем на кузов L320 На кузове L320 компрессор пневмоподвески находится в районе заднего левого колеса Он находится именно вот здесь вот И конструктив, вот здесь находится наш прекрасный компрессор пневмоподвески И конструктив самих пневмобаллонов, он кардинально другой Чтобы встретить рейндж-ровер в спор в кузове L320, у которого, так скажем, взорвался пневмобаллон Это практически нереально Да, такое встречается, но это происходит очень-очень редко И пневмобаллон, в отличие от кузова L322, по сути, в 3 раза дороже Вот это вы должны для себя понимать Но у кузова L320 есть определенного рода, так скажем, особенность и минус Это кривая задница Вы меня простите за это выражение Пол Москвы ездит на вот этих кузовах, у которых автомобиль просто-напросто так наполовину накренен Либо в одну сторону, либо в другую сторону И ни один, так скажем, толком специалист не может откалибровать данный автомобиль Чтобы просто-напросто он стоял прямо, как, например, кузов L322 А это, по сути, является его плюсом Также при использовании пневмоподвески кузов L322 поднимает автомобиль, так скажем, ну, плавно и приятно А кузов L320 с небольшими такими тычками Ну, что, собственно, как бы, скажем, казалось бы, не так круто Но насколько это принципиально и важно Итак, давайте подойти итог пневмоподвески данных автомобилей Слабое место, два передних пневмобаллона Но они в три раза дешевле, чем на этот автомобиль А этот автомобиль, по сути, как бы, ну, так скажем, крайне сложно откалибровать так, чтобы он был, так скажем, ровно по горизонту По сути, это мало кого беспокоит, но все же люди на это жалуются И мы все прекрасно знаем об этой особенности Что касаемо амортизаторов двух данных автомобилей Кузов L320, я вам скажу честно, я не помню, чтобы приходилось менять там передний или задний амортизатор Что, кстати, нельзя сказать про кузов L320 То есть у него, по сути, пневмоподвеска надежнее, но при всем при этом зачастую они приезжают И вот прямо, знаете, как на батутах машина едет То есть, по сути, повышенная раскачка кузова, которая начинает там говорить о выходе из строя амортизаторов передней или задней оси Вот на ней, кстати, это действительно встречается Когда мы раскачиваем автомобиль, он просто это вот как на пружинах, по сути, да, как бы и прыгает Это минус кузова L320, что нельзя сказать про кузов L322 Итак, что касаемо вместительности салона и о том, в каком автомобиле все-таки комфортнее и приятнее ехать за рулем И какие ощущения мы от этого получим Что касаемо его жесткости, он немножечко жестче, чем, так скажем, наш Range Rover 322 кузов, чем наша мама То есть, это, в принципе, по сути, нормальное явление Это и является, скажем, основной ключевой особенностью кузова L320, то есть Range Rover Sport Еще раз напоминаю, что кузов L320 это Range Rover Sport В отличие от кузова L322, обладает активными стабилизаторами Как передней, так и задней оси То есть, это два гидравлических, так скажем, агрегата, которые позволяют минимизировать крен автомобиля При выполнении того или иного маневра, а точнее, поворота Вот сейчас мы пройдем по одной из эстакад И вы в этом, в принципе, сможете убедиться, что кузов L320, он, да, он накреняется Но, по сути, не так страшно и вы не испытываете дискомфорта То есть, по сути, скажу вам честно, я таким автомобилем владел более трех лет И когда вы съезжаете на МКАД или столь или иной, так скажем, эстакады Когда срабатывают активные стабилизаторы, то многие ликовые автомобили даже с маткой удивляют Что только трех тонн и внедорожник, грубо говоря, так стабильно входит в поворот Это основная особенность и, так скажем, отличие кузова L320 от Range Rover, так скажем, в кузове L322 Вы должны для себя прекрасно понимать, что кузов L322, то есть Range Rover Это автомобиль классом выше, чем Range Rover Sport То есть Range Rover Sport никогда не будет таким комфортным, как, например, кузов L322 Это тот самый автомобиль, на котором вот я сейчас еду 70-80 км в час И я даже не хочу нажимать на педаль газа Но при всем при этом, если под капотом пространства у вас 5-литровый суперчардж То при огромном желании вы просто нажимаете педаль газа в пол Этот автомобиль просто начинает ускоряться, ну, просто-напросто неумоверно Но вы должны понимать, что управляемость кузова L322 не такая, как у Range Rover Sport То есть здесь нет активных стабилизаторов, еще раз повторюсь И этот автомобиль, он более валкий, что, по сути, придает ему больше комфорта Но при всем при этом, меньше уверенности при прохождении поворотов То есть я даже сейчас, выполняя, так скажем, разворот под эстакадой Мне приходится, так скажем, чуть больше сбрасывать скорость, чем это, нежели я сделал бы на Range Rover Sport Но, признаюсь вам честно, этот автомобиль значительно комфортнее Действительно, то есть он вот здесь вот, все-таки вот это вот дорого-богато Оно в нем действительно присутствует больше, чем у Range Rover Sport Это вот, это самый главный такой аспект и момент, который вы должны понимать В начале ролика я говорил, что мы обсуждаем модели 2010-2013 года выпуска Не просто так, в принципе, кузов L322, так называемая «мама», да, этот Range Rover, в который мы сейчас едем Он выпускается до 2002 года, да, там было несколько рестайлингов Но если брать до 2010 года, то там есть, по сути, отличительная особенность Амортизаторы до 2010 года, по сути, стояли сами, что ни на есть простые После 2010 года, вот именно вот эта 10-ая модельная Здесь уже стоит адаптивная подвеска, то есть амортизаторы с изменяемой жесткостью Но, признаться вам честно, здесь, наверное, владельцы меня, возможно, поправят Но, при этом, я не чувствую какой-то прям сильной такой разницы Того, что эти амортизаторы меняют жесткость и как-то, грубо говоря, убирают эту валкость вот этого кузова Но эта валкость, она действительно в кайф То есть, если мы никуда не спешим, если мы просто хотим комфортно передвигаться То это только кузов L322 Да, прохождение поворотов, конечно, на кузове L322 желает и оставляет лучшего Я понимаю, что камера этого не передаст, но я сейчас вот прохожу поворот на эстакаде Там, где мы на спорте проходили километров 60, здесь мы проходим где-то километров 35 в час Но, действительно, очень валкая машина, очень комфортная Но, при всем при этом, эта валкость вызывает у меня улыбку на лице И я понимаю, что тут, как бы, так же, парень, выдохни, нам некуда спешить Мы едем аккуратно, плавненько кайфово Итак, господа, пользуясь случаем, пока в рамках сервис идет реально живой процесс Поговорим о подогреве сидений кузова L322 Значит, здесь не совсем-таки стандартный подогрев сидений В спинках сидений устанавливается нагревательный элемент Пельтье Я прошу прощения, это мое слово-паразит, поэтому не обращайте на это внимание Я никогда не могу запомнить, как это называется В зависимости от изменения полярности Он либо охлаждает, либо нагревает То есть, по сути, подогрев сидений кузова L320 Производится осуществлением подачи теплого воздуха И вот этот элемент можно, в принципе, отказать Либо сломается гофра, либо, так скажем, он сломается по внутренним компонентам Поэтому это необходимо знать и понимать Это, по сути, системная неисправность данных автомобилей То есть, рано или поздно эти элементы выходят из строя На Range Rover Sport с кузове L320 такой системы нет Итак, господа, в данном видеоролике, как, скорее всего, вы уже успели понять Итог здесь подводить мы никакой не будем Но, при всем при этом, я надеюсь, что эта информация была действительно полезна для вас Потому что я лично не раз встречал, когда люди искали Range Rover Sport А покупали обыкновенный Range Rover и полностью да наоборот Поэтому, если у вас есть какой-то, так скажем, личный опыт То пишите об этом в комментариях Я надеюсь, что эта информация будет также полезна всем остальным людям Которые будут, соответственно, смотреть данный видеоролик и читать комментарии Ну, а я с вами, господа, на данном этапе прощаюсь Подписывай наш канал, ставьте лайки До новых встреч, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Эй!